Вода идет, можете обратить внимание, у ведерки я набираю, она отстаивается. Оно коричневого цвета. Вода с запахом. Болото, самого настоящего болота. Воду из-под крана осельчане из деревни Новая Пашкова под Мугилевым не пьют, ведь уровень железа превышен в разы. Об этом говорят результаты анализов. Для стирки и водных процедур в каждом доме за год уходит не один фильтр и большое количество чистящих средств. В программу строительства станции чистки воды деревню включили, но с учетом масштаба проблемы в регионе ответить, когда именно очередь дойдет до Нового Пашкова, сельчанам никто не может. Если бы с нами поговорили, разъяснили, что может наша помощь в чем-то нужна, какая-то посильная, может бы согласилось население, ну с такой водой жить нельзя, с технической, она техническая вода. Прокладка водопровода в деревне привела к еще одной проблеме. По улицам ни пройти, ни проехать. С этой сезонной бедой на прямую линию в Могилевский облсполком сегодня звонили и из других деревень. По-прежнему остается основная масса звонков, все-таки это касается жилищно-коммунального хозяйства. Много звонков поступает по поводу изменения или пересчета жировок, предоставленных по жилищно-коммунальному хозяйству. Значит, много вопросов остается по приватизации жилья. Значит, также есть вопросы в связи с тем, что с качеством воды, с необходимостью установления станции обезжелезивания. То есть, ну в целом, в основном, именно вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые, конечно, могли быть отчасти решены и в районе. Также сельчан волновали вопросы сдачи сельхозпродукции из частных подворий. Одни жаловались на необоснованное занижение жирности молока, а с жительницей деревни Бобруйского района мясокомбинат никак не рассчитается за сданную еще по осени корову. По закону, все обращения будут рассмотрены в течение 30 дней. Следующая прямая линия через неделю.